доброго дня уважаемые подписчики с вами дмитрий сегодня расскажу как нарисовать текстуры для источников освещения также я покажу как их использовать на практике в дальнейшем эти текстуры можно будет использовать для любых рендеров в уроке я буду использовать от фото версии 1 92 и брендер 2 92 с использованием render cycles в настройках фирме фото нового документа выберу высоту и ширину текстуры здесь нужно понять какого размера предполагается финальное изображение а также насколько крупно объект будет освещаться в сцене одним словом делать очень малый размер тоже не стоит так как при визуализации могут появиться артефакты в виде лесенки я выберу размер 2048 на 2048 пикселей соотношение сторон один к одному одним из ключевых моментов является глубина цвета чтобы получить большую яркость пикселя мы будем использовать 32 бита напомню что в 8-битном пространстве большие ограничения по яркости где значение белого не превышает единицы все остальные параметры я оставлю по умолчанию для удобства я создам новый пресет в вкладке my presets и назову его light shape 01 в меню view guides manager добавлю горизонтальную и вертикальную направляющие по умолчанию они будут расположены по центру это позволит с легкостью выравнивать точки настроек градиента и другие параметры в палитре swatches выделю черный цвет и создам новый слой заливки сразу же его заблокирую для того чтобы в процессе работы он не мешал выделению объектов выбираю инструмент polygon tool чтобы отобразить весь список инструментов группе кликаю правой кнопкой мыши на иконке теперь перемещаю курсор мыши к пересечению направляющих и после изменения цвета линий на зеленый и красный зажав левую кнопку мыши перемещаю ее в любом направлении чтобы объект создался в центре и пропорционально изменил размеры нужно одновременно нажать левую кнопку мыши плюс shift плюс control при создании объекта я обычно оставляю небольшие поля для эффектов размытия в качестве цвета заливки я выбираю белый обратите внимание что при создании данного объекта мы можем менять количество ребер изменяйте кривизну а также задавать сглаживание острых углов при изменении параметра кривой на сто процентов мы получим сферу теперь у нас есть полностью редактируемый полигон с возможностью изменения количества ребер и кривизны обратите внимание что на криву объекта есть красная точка она позволяет изменять кривизну интерактивно следующая часть урока будет посвящена адресовки градиента для начала нам нужно активировать филмик для работы с 32-битным цветом настройках программы в разделе выбираю файл конфиг аусио который находится вот здесь после в настройках меня каусио дисплей трансформ на фильме и srgb первое что изменится это белый цвет он потускнеет и станет светло-сером это происходит потому что филмик смягчает яркость пикселей но цвет в исходном слое по-прежнему белый со значением единица с выделено полигоном активирую инструмент градиент в пункте type выбираю radio сейчас у меня две точки центральная и боковая если нажать на любой можно изменить цвет выделяю центральную точку и добавляю две ступени яркости для того чтобы избавиться от шума после добавления двух ступеней яркости применяю к объекту фильтр гаузен блюр с радиусом примерно 20 пикселей и обязательно включив preserve alpha чтобы размыть внутреннюю часть далее применяю еще один фильтр гаузен блюр а также выставляю радиус примерно 10 пикселей выбрав пипетку и проведя от центра градиента краям мы увидим как меняется яркость пикселя это есть одно из серьезных отличий 32 от 8 битного цвета самое приятное заключается в том что я без проблем могу изменить кривизну количество точек их сглаженность и все эти настройки градиента а также фильтров размытия сохраняться перед тем как сохранить документ в формате xr создаю папку light далее нажав правой кнопкой мыши на группе выбираю merge visible группу light я открою теперь мне нужно сохранить документ в формате xr с поддержка 32 бита настройках выбирая пресет без слоев в итоге исходник будет содержать один слой без альфа канала только информация яркости пикселей так называемая luminosity mask в blender я создаю новую плоскость add mesh plane и применяя функцию соблевает с уровнем 3 мне именно light 01 в настройках object data properties в разделе shape keys добавляю две формы базовую измененную имя key one меняю на curvature выставляю значение параметра value на 1 далее в режиме edit mode выделяю центральную точку активирую proportional editing клавишу а также меняю профиль на сферу переключаясь боковую или фронтальную проекцию это не имеет значения и с помощью инструмента move tool перемещают центральную точку вверх чтобы изменить радиус falloff вращаю колесо мыши в сторону увеличения или уменьшения после выделяю весь объект отключаю falloff и смещаю новую форму объекта чуть ниже ближе к исходному положению это необходимо для того чтобы при изменении параметра кривыча форма не смещалась вверх далее пробую как работает изменение значения параметра кривыча это очень удобно чтобы сделать объект сглаженным я применяю шайт смыв и модификатор собли с уровнем 3 еще один параметр который нужно проверить это положение нормалей они должны быть направлены вовнутрь в режиме редактирования я активирую отображение нормали и вижу что они направлены во внешнюю сторону это очень легко исправить mesh normals flip или комбинация клавиш alt плюс n чтобы источник освещения постоянно смотрел в сторону объекта я добавлю empty plane axis так называемый нулевой объект или целеуказатель поменяю именно light 01 таргет и сразу ускрою его в настройках плоскости переключаюсь в разделу констрейнов и добавляю 3 в качестве цели указываю light 01 таргет как видите при перемещении источника света он все время смотрит в сторону локатора важно поменять настройках color management view transform на фильме теперь осталось применить новый материал и добавить текстуру но перед этим я создам сферу с максимальным отражением для этого в настройках материала я выставлю значение metallic на единицу параметр roughness я поменяю на 0 сейчас материал очень напоминает зеркало вернемся к источнику света создаю новый материал и называю его light 01 как мы видим блендер по умолчанию создает ноту principal bsdf выделю ее и с помощью клавиши shift плюс с поменяю на эмишен в данном случае объект будет только испускать свет далее я добавлю текстуру источника света или маску так даже проще сказать и попробую для начала применить ее в качестве канала цвета шейдера эмишен силу я выставлю на 20 настройках текстуры в color space выставлю linear так как текстура 32 битная как вы можете видеть появились черные рамки вокруг белого светильника они очень хорошо видны на материале сферы оставлять черный ореол или же нет зависит от задумки автора в некоторых случаях черный может придать дополнительный объем в отражениях я решил полностью избавиться от него для этого мне нужно поменять структуру материала текстуру я буду использовать как маску между двумя шейдерами добавлю новый шейдер transparent и размещу его выше эмишен теперь я смешиваю два шейдера нажав control плюс shift правую кнопку мыши проведя о transparent в сторону эмишен в качестве фактора я буду использовать маску то есть изображение как мы видим на сфере изменилось отражение теперь черный цвет отсутствует далее я покажу более сложный пример у меня есть готовая сцена с полностью настроенными параметрами изменение кривизны источника света иногда может помочь если мне не нравится форма отражения можно изменить ее кривизну с помощью кирпича о которой я говорил в начале урока комбинируйте формы текстур и кривизну объектов добавляйте заполняющие контровый свет вариации безграничны как видите все очень просто и эффективно напишите в комментариях был ли вам интересен данный урок также с большим удовольствием выслушу предложение по будущим урокам может быть у вас есть вопрос как что-то сделать или что-то не получается напомню у нас есть телеграм-канал где можно обсуждать мои уроки и все что связано с компьютерной графикой буду очень рад вашим лайкам это мотивирует меня на создание нового контента всем пока